Второе. Некоторые философские рассуждения о питании человека. Я думаю, некоторые мои рассуждения о питании помогут вам взглянуть на вопрос питания под иным углом зрения, глубже вникнуть. Опираясь на очевидные факты, я постараюсь просто ясно показать, как необходимо правильно питаться любому человеку. Я для самого себя ответил на ниже следующие темы. То есть я задавал себе вопросы и искал на них ответы. Потому что большинство диетологов, тех людей, которые рассказывают нам о питании, они начинают со взрослого человека. А вот желательно все начать с самого начала, с яйцеклетки. Первое. Из чего возникает, строится, поддерживается физическое тело человека. Второе. Среда обитания, тело и пища. Третье. Эволюция пищеврения и ее отображения в организме человека. Четвертое. Механизмы отбора, переваривания и усвоения пищи. Первое. Из чего возникает, строится и поддерживается физическое тело человека. Наиболее очевидным является тот факт, что физическое тело человека существует за счет питания определенной пищи. Если поток пищи, поступающий, физическое тело недостаточен, то оно уменьшается, истощается и не может поддерживать достаточный уровень активности и жизни. Наиболее очевидный этот процесс проявляется при внутриутробном развитии человека. Организм матери для будущего человека является одновременно. Это и очень важно. Запоминайте. И переносите сразу же это на взрослую свою жизнь. Итак, организм матери для будущего человека является одновременно средой обитания и источником питания. И для нас, для взрослого человека, средой обитания и источником питания является окружающий нас мир. Итак, плод строит свое тело из того материала, который он добывает из организма матери. Для нас матерью является планета Земля. На первых порах он очень агрессивен своими мощными ферментами, разрушает клетки материнского организма и питается ими. Представляете? То есть идет мясное питание. Можно так сказать даже каннибализм. Плод пожирает плоть матери. Это доплацентарная стадия. Если бы так продолжалось и далее, то плод истощил и разрушил бы материнский организм, подобно раковой опухоли. Поэтому появляется особый орган в виде присоски, ну внешне напоминает присоску, плацента, с помощью которого осуществляется щадящее для материнского организма питание. Плод питается тем, что имеется в материнской крови. Замечено, что при нехватке тех или иных питательных элементов в материнской крови, они берутся из организма матери. Поэтому у матери могут разрушаться, если не хватает там микроэлементов, кальция, например, зубы, для формирования костной массы плода. Таким образом, внутриутробная стадия формирования и развития человеческого организма наглядно показывает, что физическое тело строится из той среды, в которой обитает человек. И более того, оно с помощью, я уже немножечко забегаю вперед, говорю, и с помощью этой же пищи оно приспосабливается к окружающей среде. То есть, из среды окружающая пища берется, из нее же строится физическое тело, которое уже приспособлено к этой окружающей среде, в которой человек живет или будет жить. Второе. Средообитание тела и пища. Растительный и животный мир всех уровней показывает, что в пищу используется то, что находится рядом, вблизи, в среде обитания растений или животного. Причем, живой организм приспосабливается так, что сам является частью той среды, в которой он обитает. Тело и внутренние органы максимально приспособлены для существования в той или иной среде обитания. Для обитателей вод – это одно устройство тела и внутренних органов, для обитателей суши – другое, для птиц – третье, а для паразитов, обитающих в организмах рыб, животных и птиц – это четвертое. Подобная приспосабливаемость наблюдается в мире вирусов, бактерий и грибков. Другими словами, среда обитания и способ питания диктуют любому живому организму форму тела и устройства внутренних органов. Только благодаря этим изменениям живой организм может выжить и успешно существовать. В связи с этим сразу можно такое небольшое отступление сделать. Смотрите, есть люди, которые живут на севере, крайний север, одно питание. Есть, которые живут, допустим, в средней полосе России. Есть в субтропиках, есть в тропиках, есть в пустынях, есть в джунглях, есть в лесах, есть в степях. И условия жизни накладывают свой отпечаток на работу, а особенно органов пищеварения. И в целом через это влияет на все физическое тело. Поэтому говорит о том, что вот тут сыроедение, тут вегетарианство, тут еще что-то. Знаете, вот если люди хотят выжить в суровых арктических условиях, для них свое питание, которое никак не вяжется ни с сыроедением, ни с вегетарианством. И совсем другое дело, если они живут в тропиках, субтропиках, где полно растений, плодов, да пожалуйста, можно и выживать. Третье. Эволюция пищеварения и ее отображение в организме человека. Это также важно понимать, откуда у нас возникла пищеварительная система. Итак, жизнь началась с клетки, с одной клетки, с яйцеклетки. Постепенное развитие и усложнение привело к появлению многоклеточных организмов. В течение всего этого процесса происходило и усложнение процесса питания. Первые клетки, наподобие амеб, втягивали в себя пищу и переваривали ее внутри себя. Это называется внутриклеточным пищеварением. До сих пор так питаются все клетки человеческого организма. Именно клетки. С укропнением живых организмов, час клеток оказалась внутри и была лишена напрямую потреблять пищу из окружающей среды. В связи с этим должны были произойти особые изменения в строении многоклеточных организмов, чтобы они могли успешно развиваться и далее. Необходимо было извне потреблять пищу и распределять ее между клетками организма, а остатки выводить вон. Эволюция пошла по пути развития организма наподобие огромной клетки. Появилось периодически открывающее отверстие, рот, которым можно было захватывать пищу. Полость, в которой пища складировалась, переваривалась и всасывалась. Желудок и кишечник. Далее, система распределения пищи между клетками и удаления клеточных отходов. Это кровь. В связи с тем, что кровь не могла качественно удалять клеточные отходы, в организме появились специфические органы очищения крови. Печень и почки, в зависимости от среды обитания и добычи, изменилась форма тела и появились дополнительные приспособления. Клыки и когти у хищников, перетирающие коренные зубы и двойные желудки у травоядных и многое-многое другое. Огромные изменения произошли и с пищеварительными ферментами. В зависимости от особенностей пищи, каждый вид животного обладает своими пищеварительными ферментами, микрофлорой для ее переработки и усвоения. Таким образом, мы подошли к такому понятию, как видовое питание, то есть питание, свойственное тому или иному животному. Подобные изменения свойственны обитателям всех стихий, воды, воздуха, земли и тому подобное. Подобные изменения произошли и с человеческим организмом. Ему свойственно определенного вида питания, отклонения от которого могут лишь частично или временно компенсироваться. Четвертое. Механизмы отбора, переваривания и усвоения пищи. Организм любого живого существа – это информационно-энергетическая система, которая существует за счет того, что пропуская через себя потоки пищи, извлекает из них необходимую для себя энергию, вещество и информацию. С помощью пищи живой организм строит для себя физическое тело, приспосабливается к изменяющимся условиям внешней среды, отбирает недостающую энергию с помощью питания. Для решения этих трех задач в организме человека имеются соответствующие механизмы. Механизм построения тела. Механизм построения тела имеет два главных блока, это я так считаю. Систему пищеварения, состоящую из пищеварительного аппарата, аппарата распределения и выведения крови, лимфа, межклеточная жидкость, почки и печень. Внутриклеточное усвоение и выведение питательных веществ. Голографический шаблон, то есть энергетическую матрицу, которая излучает особые частоты, согласно которых вещества занимают свои места в организме, скелет, ткани, органы, кожи и так далее. Именно два этих механизма, работая совместно из пищи, строят одежду для полевой формы жизни. Механизм приспособления организма к условиям и внешней среды. Любой живой организм существует в конкретной среде обитания, которая в течение года может существенно меняться, лето, зима, весна, осень. Организм должен полноценно к ним приспособиться, чтобы нормально жить. Происходит это с помощью нервной и гормональной системы. В организме существует особая кишечная гормональная система, которая по своей массе равна всей остальной гормональной системе. Ее задача, в зависимости от поступающей из непищи, вырабатывать такие гормоны, которые ведут соответствующую перестройку в организме. В результате этой перестройки организм приспосабливается к меняющимся сезонным условиям условиям данной местности. Механизм отбора недостающей энергии. Качество энергии, имеющейся в пище, оценивается органами обоняния зрения и вкуса. Причем обоняние зрения больше служат для разыскивания пищи. Вкус позволяет отбирать ту пищу, энергии которой не достает в организме. По этой причине она кажется наиболее вкусной, приятной и желанной. Поглощение ее приносит удовлетворение, так как восстанавливает нарушенную энергетическую гармонию. Поглощение энергетической части пищи осуществляется в ротовой полости. Любая поломка в одном из трех механизмов усвоения пищи или пищевого несоответствия, начиная в той или иной степени сказываться на общем здоровье человека. Теперь перейдем к рассмотрению вопросов, касающихся пищеварения, продуктов, приготовления пищи и так далее. То есть из всего этого уже можно сделать вывод, что из-за того, что человек отошел от сезонности потребления продуктов питания, а грубо говоря и зимой, и летом, и весной, и осенью практически один и тот же набор пищи, там бутерброды, кофе, чай, там колбаса и так далее, так далее, так далее, так маленькие вариации. Организм не приспосабливается к сезонам года, к смене сезонов года, и поэтому наблюдаются волны сезонных эпидемий. Так, это кратенький вывод. Третье, физиология пищеварения. Мы подошли к большой, интересной и важной теме. Нам предстоит узнать, что собой представляет пищеварительная система человека, из каких разделов она состоит, какие процессы происходят в каждом из ее отделов, как и с помощью чего происходит пищеварение, где пища всасывается, что питает и как выделяется. Вначале рассмотрим пищеварительную систему человека вкратце. Легче всего ее представить в виде длинной трубки с различным диаметром. Начало трубки – это рот. Далее идет пищевод, по которому движется измельченная во рту пища. Самое толстое расширенное место трубки – это желудок. Далее трубка сужается, переходит в тонкий кишечник. Тонкий кишечник – наиболее длинная часть пищеварительной системы. За тонким кишечником следует новое расширение – толстый кишечник, который заканчивается концом трубки, анальным отверстием. Распределение процесса обработки пищи однотипно у всех теплокровных животных, в том числе и у человека. В ротовой полости – измельчение пищи и формирование пищевого комка. В желудке – своеобразный склад пищи и кислотная денатурация, то есть обработка. В тонком кишечнике – гидролиз с помощью ферментов самого организма и ферментов, находящихся в пище, а также всасывание переваренной пищи. В толстом кишечнике – дальнейшее переваривание, всасывание, формирование каловых масс и удаление их наружу. Вроде бы все, а нет. В пищеварительной системе следует отнести печень и поджелудочную железу. Косвенность с пищеварением связана кровь, как транспортная система пищевых веществ, соединительная ткань и межклеточная жидкость, по которой осуществляется дальнейшая доставка пищевых веществ к клеткам. Главным потребителем пищи являются клетки организма. Это важно понимать. Клетки организма. В каждой клетке идет свое собственное пищеварение – метаболизм, в результате которого клетки получают энергию и строительный материал. При этом клетки выделяют межклеточную жидкость от хода жизнедеятельности в виде ненужных организму веществ. Эти вещества должны пройти через соединительную ткань и попасть в кровь. Попав в кровь, они частично выводятся печенью, частично легкими, частично кожей, а в основном почками. Поэтому почки, легкие кожа кровь, межклеточная жидкость и соединительная ткань имеют непосредственную связь с пищеварительной системой. Неполадки в системе пищеварения влияют на перечисленные звенья, вызывая сбои и болезни. В свою очередь, неполадки в этих звеньях могут существенно влиять на пищеварительные процессы. Небольшое отступление. Вот я сейчас читаю для себя, мне так сказать, проясняется еще роль. Вот смотрите. Клетка получает такое питание, которое уже частично адаптировано организмом, пройдя через пищеварительную систему. То есть, за пределами организма, это грубо говоря, там морковка у нас. Но для того, чтобы эта морковка была усвоена клетками, как раз вот эта пищеварительная система пропускает ее через себя, расщепляет и делает составной частью своего организма. В итоге, вот я подчеркиваю, в итоге, все, что находится там в крови, все, что из крови поступает, в конце концов, в межклеточную жидкость, уже является средой организма. Как бы клетки питаются своей собственной средой, которую они подготовили из пищи. Вот это очень интересно, важно понимать. А не то, что что-то сейчас только раз мы это введем и все. То есть, то, что не прошло через пищеварительную систему, не было обработано, оно вот, допустим, через там укол там нам вводят внутривенно или еще как-то, оно уже не является в том виде нужным питанием, которое должно быть. Я думаю, я донес свою мысль. Продолжаем дальше. Большинство из нас имеют весьма туманное представление о процессе пищеварения. Оказывается, имеется несколько видов пищеварения. Так существует полостное пищеварение, когда пищевые вещества подвергаются воздействию пищеварительных соков, попав в полость там рта, желудка, кишечника. Существует пристеночное пищеварение. Эта особенность пищеварения связана с тем, что возле стенки кишки несколько иные физические условия, чем в полости кишки. К тому же, сама стенка пищеварительного пути может иметь особое строение. Например... Кстати, расположение пищеварительных органов вы можете посмотреть на рисунке, который я привожу. Итак, продолжим. Например, стенка тонкого кишечника имеет микроворсинки. Далее продолжаем. Существует мембранное пищеварение. Непосредственно расщепление и всасывание пищевых веществ осуществляется на мембранах. То есть, стенки состоят из клеток и вот на мембранах этих клеток осуществляется пищеварение. Существует внутриклеточное пищеварение, когда пищевое вещество переваривается внутри клетки. Так поступают все клетки любого организма и человека в том числе. Наконец, существует так называемое симбиозное пищеварение. В основе этого пищеварения лежит совместная работа между бактериями, обитающими в пищеварительной системе и самой пищеварительной системой. Существуют пищевые вещества, например, клетчатка, которую организм не может сам переварить и усвоит. Однако, существуют бактерии, которые перерабатывают клетчатку в такие вещества, которые организм может переварить и усвоит. К тому же, сами бактерии являются прекрасным живым белком, размножающимся внутри организма на растительном субстрате, например, у травоядных животных. Организм травоядных животных использует размножившихся бактерий в качестве полноценной белковой добавки. Таким образом, в каждом отделе пищеварительной системы человека осуществляется свое пищеварение с присущим только этим отделом ферментом. Чтобы я еще тут сразу заметил, вот когда человек начинает голодать. Мы думаем, что человек начинает голодать и все, значит, питание остановилось. Нет, как раз внутриклеточное пищеварение, как было, так оно идет. Зато все остальные виды пищеварения, о которых я только что вам рассказал, вот они-то отключаются. И происходит это отключение постепенно. То есть человек входит в голодный процесс для того, чтобы полноценно начало работать внутриклеточное пищеварение. И также для того, чтобы выйти из голодания, должны развернуться все эти виды пищеварения. А это время. И если человек спешит, то эти пищеварительные процессы полноценно не запускаются. И у человека наступает такое своеобразное отравление от пищи. Это важно понимать. Потому что нет тех механизмов, которые бы ее усвоили. Они еще не развернулись. Вот в чем самые главные ошибки голодающих. А мы продолжаем тем временем. В ротовой полости с помощью собственных ферментов осуществляется полостное пищеварение крахмала. Важно понимать. Начальная стадия. В желудке идет полостное пищеварение с помощью собственных ферментов и автолиз. Гидролиз. То есть расщепление пищи ферментами, находящимися в самой пище при условии, если она свежая. И в ней имеются активные ферменты. Оказывается, именно так питаются все хищники. Они ничего не жуют. Они кусок мяса проглотили. В этом сыром куске мяса имеются свои собственные ферменты. Которые, под действием которых, начинается переваривание этого куска мяса. Либо же тушки целиком. Если, допустим, проглотили всю тушку целиком. Там змеи и так далее. В тонком кишечнике наблюдается полостное и пристеночное пищеварение. А также незначительно симбиозное. В качестве ферментов используются в основном собственные и возникшие в результате автолиза. Незначительно симбиозное пищеварение происходит с помощью бактериальной флоры. В толстом кишечнике наблюдается в основном симбиозное и незначительно полостное. В сумме все эти виды пищеварения гораздо качественнее переваривают пищу, нежели в отдельности. Этим достигается высокая эффективность и экономичность работы желудочно-кишечного тракта. Чтобы пищеварение было качественное, каждый пищеварительный отдел имеет специфические клапаны, заслонки по научному сфинктеры, которые запирают этот отдел до тех пор, пока там не совершатся необходимые процессы по переработке пищи. Другими словами, существует особая технология. Один отдел измельчил пищу, другой ее разрыхлил, третий расщепил и всосал, четвертый собрал остатки и вывел вон. Система клапанов чутко следит за качеством этих процессов и открывает их только тогда, когда технологический процесс в данном отделе закончен и сырье надо передать в следующий отдел. Если же мы не хотим вот это вот знать, понимать и нарушаем слишком частым употреблением пищи, слишком частым питьем вот это все нарушаем, то говорит о том, что все у нас наладится в организме, не приходится. Итак, в целом пищеварительная система очень сложна и весьма уязвима. Ее можно легко загубить неправильным питанием, неконтролируемым волнением, дурными привычками, лечением антибиотиками и тому подобное. Поэтому, чтобы разобраться с собственным питанием, надо понять, как работает пищеварительная система и начнем мы по порядку. О ферментах и энзимах. Ферменты в переводе с латинского означают закваска. Пищеварительная система человека разграничена на несколько самостоятельных отделов. Каждый отдел выполняет свои специфические функции, имеет свойственное только ему устройство и воздействует на пищу свойственными только этому отделу пищеварительными ферментами. Ферментами называются сложные органические вещества белковой природы, образующиеся в животных и растениях и способны сильно ускорять биологические процессы, лежащие в основе жизнедеятельности организма. Пищеварительные ферменты обладают строго специфической действенностью. На белковую пищу выделяются свои ферменты, на углеводистую свои и так далее. Они нестойкие, высокой температуры, активны в определенной среде. Например, некоторые активны в кислой среде, другие в щелочной или в нейтральной. Очень важно для качественного пищеварения создать необходимые ферментам условия. Продуцируют, то есть вырабатывают ферменты секреторные клетки, расположенные отдельно в виде желез и в стенках пищеварительного канала. Секреторные клетки из крови получают необходимые вещества для синтеза ферментов. На их синтез затрачиваются энергии и вещества. В организме наблюдаются два типа секреции ферментов – непрерывный и прерывистый. Непрерывный секрет ферментов выделяется по мере синтеза. Прерывистый, он же называется по-другому ритмический, это тип растянутый во времени. Сначала идет поглощение секреторными клетками необходимого материала из крови, затем синтез, а выделение только при поступлении пищи. Синтез новой порции секрета происходит после выделения предыдущей. В течение суток у человека в желудочно-кишечный тракт выделяется до 6-7 литров пищеварительных соков. По данным гастроэнтеролога Витебского, вдвое больше. Слюны – 1 литр. Желудочного сока – от 1,5 до 2 литров. Желчи – до 1 литра. Поджелудочный сок – до 0,8 литра. Кишечный сок – 2 литра. Выводится наружу из кишечника всего около 150 мл. Из указанного вы должны понять, что создание пищеварительных соков и ферментов, входящих в их состав, очень большая нагрузка для организма. Правильным питанием ее можно значительно сократить, а резерв энергии направить на оздоровление организма. Возможно, вас, как и меня, заинтересовал вопрос, а что собой представляют энзимы? Примерно то же, что и ферменты. Грубо говоря, ферменты – это внешняя закваска, а энзимы – внутренняя. Слово «фермент» чаще употребляется к пищеварению, а энзим – к пище. Часто эти понятия подменяют друг друга. Вот более подробная информация об энзимах. Энзимы в переводе с греческого означают «внутренняя закваска». Сложные органические вещества, которые образуются в живой клетке, играют важную роль катализатора всех процессов, происходящих в организме. Они имеют также белковую природу, но состоят из двух компонентов – белкового носителя апоэнзим и активной части энзима, имеющей небелковую природу коэнзим. В активную часть входят железо, марганец, кальций, медь, цинк, а также некоторые витамины. Коэнзим становится активным тогда, когда соединяется с носителем – главной массой энзима. Будучи белковыми веществами, энзимы при нагревании до 54 градусов Цельсия необратимо сворачиваются, так называемая коагуляция идет, и теряют свои каталитические, то есть активные действия. Также они легко разрушаются под действием кислорода и света. Все процессы обмена веществ – белковый, углеводистый, жировой, витаминный, минеральный – протекают при содействии энзимов. При нормальном атмосферном давлении и температуре 37 градусов Цельсия в живом организме эти процессы протекают быстро, сберегая большое количество энергии. Установлено, что существует родственная связь между энзимами, гормонами и витаминами. Известно, что о витаминозе и болезни, вызванные неправильной внутренней секрецией, объясняются нарушением энзимных процессов организма. Сырой пищей 60-80% энзимов достигают тонких кишок без изменений, но чтобы проникнуть через стенку кишечника, они распадаются на апоэнзимы и коэнзимы, и после попадания в кровь снова соединяются, активизируя жизненные процессы. Витамин Е, которым насыщенная свежая растительная пища, играет роль защитного фактора энзимов. Как уже указывалось, индуцированный автолиз возможен при самом активном участии энзимов, что значительно облегчает работу пищеварительных желез. Когда энзимы употребляются в большом количестве, в кишечнике высвобождается кислород. Богатый кислородом слой необходим для развития здоровой кишечной бактериальной флоры. Он также препятствует развитию болезнетворных бацилл. У людей, которые питаются вареной и консервированной пищей, часто наблюдается недостаток энзимов в крови и в межклеточной жидкости. Жизненные процессы протекают вяло, натужно. При питании сырой растительной пищи, жизненные процессы, наоборот, протекают усиленно и экономично в крови. Много энзимов. Но это не значит, что вы тут сырое все едите. Должна быть такая пропорция пищи и сырой, и, допустим, приготовленной сырой так приготовленной, чтобы не оставалось вот это вот большое количество энзимов. Тогда будет все нормально. Рот и зубы. В ротовой полосе происходит механическое измельчение пищи с помощью зубов и формирование пищевого комка с помощью секрета слюных желез. Строение зубов у человека говорит о том, что они приспособлены для измельчения пищи путем жевания и перетирания, как у травоядных животных. У хищных животных строение зубов совершенно иное. Они пищу не пережевывают, а отрывают и глотают кусками или целиком. Уже по строению зубов. Кстати, вы можете рассмотреть расположение и строение человеческих зубов. Итак, по строению зубов и формированию пищевого комка можно сделать вывод, что человек больше растительноядное существо, чем хищник. В ротовую полость открываются три пары слюных желез – околоушные, подъязычные и подчелюстные. Деятельность их заключается в выработке специальных веществ, которые входят в состав слюны и выполняют важные защитные и пищеварительные функции. Ввиду того, что при выработке слюны железы обильно снабжаются кровью, которая при этом очищается от ненужных продуктов обмена веществ, они выделяются вместе со слюной. Во время выработки слюны одновременно с ней вырабатывается специальный гормон, который активизирует углеводистый обмен в организме. Слюна имеет щелочную реакцию PH74-8. В составе слюны входит муцин, неорганические вещества, азотистые соли, органические вещества, имеется некоторое количество газов, кислород, азот и углекислота. Из ферментов в слюне находится птиолин, он расщепляет крахмал. Он разрушается в желудке при действии соляной кислоты. Фермент лизоцим обладает бактерицидным действием. О слюне еще Иван Павлов говорил, что она обладает лечебным действием, а в настоящее время в ней найдены особые вещества, которые препятствуют развитию спида. Особенно Павлов отзывался о слюне постящего человека. То есть, допустим, утренняя слюна, когда человек еще не кушал. За сутки у человека выделяется около полутора литров слюны. У крупных сельскохозяйственных животных от 40 до 60 и даже до 120 литров. Жевание усиливает слюноотделение. Причем, чем больше измельчается пища, тем значительно отделение слюны. Количество протекающей через слюнные железы крови во время их деятельности увеличивается в 3-4 раза. Поэтому процессы простого акта жевания можно прогнать и очистить через эти железы до 6 литров крови. То есть, практически всю. И существует определенная методика, с помощью которой можно очищать кровь таким путем. Высокая щелочность слюны нейтрализует действие кислот и предохраняет наши зубы от разрушения. Особенно фруктовых кислот, которые кислые на вкус. В ротовой полости с помощью указанных ферментов осуществляется полостное пищеварение крахмалов. Подчеркиваю, начальная стадия. Что важно отметить, так это то, что в ротовой полости имеется язык, орган вкуса. С его помощью определяется качество энергии, заключенной в пище. В ротовой полости при измельчении пищи происходит частичное освобождение этой энергии и практически мгновенное ее поступление в полевую форму жизни. Человеку хочется пищи того вкуса, энергии которой ему не достает в полевой форме жизни. И пища, ее содержащая, кажется ему наиболее вкусной и желанной. Смотрите на рисунки. Вкусовые зоны на языке. Вот рисуночек рассматривайте. Сладкий ощущаем на кончике языка. Далее у нас идет соленый. Далее примерно на середине у нас идет кислый. И на корне языка мы ощущаем горький. Особо подчеркну. Энергия в организме имеется в виде химических связей и в виде энергетических полей. Энергия химических связей заключается в белках, жирах и углеводах и используется клетками организма. А энергия полей снимается в ротовой полости и используется полевой формой жизни в целом. Очень важно отметить гигиену ротовой полости и здоровье зубов. Гнилостные микробы и бактерии могут обитать в налете на эмали зубов, в дуплах, деснах и даже в зубных корнях. Гнилые гланды также рассадник инфекции. От этого может страдать весь организм. Соответствующим лечением и питанием надо устранить возможные дефекты и болезни ротовой полости. Желудок. Желудок в процессе эволюции возник как отдел, складирующий пищу и осуществляющий начальные стадии ее переваривания, то есть кислотная денатурация пищи. В желудке идет полостное пищеварение с помощью собственных ферментов и автолиз, расщепление пищи ферментами, находящимися в ней самой, если они не убиты термической обработкой. Можете посмотреть на рисунок желудок в разрезе, верхняя часть, нижняя часть, пилорическая часть. Кстати, все эти части и отделы выполняют свои особые функции. Функции желудка многообразны и он имеет сложное строение. Например, различные поля желудка выделяют различные пищеварительные соки. Верхняя кривизна желудка выделяет быстро очень кислый сок, нижняя кривизна менее кислый и длительна. Пилорическая часть, та, что ближе к входу в 12-перстному кишку, щелочной и все время. Из-за того, что верхняя кривизна желудка выделяет крепкий пищеварительный сок, она в большей степени, чем остальные части желудка, подвержена повреждению. Именно там чаще всего возникает язвенный процесс и злокачественное новообразование. Вне пищеварительного периода для защиты слизистой желудка от собственной кислотности выделяется слизь, имеющая нейтральную или слабокислую реакцию. Суточное количество желудочного сока у человека от 1,5 до 2,5 литров. При смешанной еде у человека за один прием пищи выделяется от 700 до 800 миллилитров сока. Кстати, поэтому нам и хочется пить. Поэтому важно выпить до приема пищи, чтобы мы потом не разбавили то, что выделяется в желудок. Продолжаем. Содержание свободной соляной кислоты в желудочном соке человека составляет 0,4-0,5%. Желудок выполняет важную двигательную функцию, обеспечивающую, первое, превращение пищи в однородную жидкую массу, которая называется химус, проталкивание ее в пилорический отдел. Второе, продвижение пищи в 12-перстную кишку. В полости желудка вместе с желудочным соком выделяется целый ряд веществ. Мочевина, мочевая кислота, креатинин и другие. При болезни почек выделение их значительно повышается как желудком, так и органами дыхания, пищеварения. Эти вещества выделяются слизистой желудка. То есть, вот смотрите, у нас все связано, если что-то нормальным образом не выделяется, мы даже и не подозреваем, что все это начинает выделяться у нас через слизистую желудка. А потом мы начинаем удивляться, а почему у нас там какие-то раздражения, язвы и так далее в желудке возникают. Хотя ничто не указывает, питание вроде бы нормальное и все такое. А на самом деле у нас имеется сбой в каком-то из органов, функцию которого начинает брать на себя уже желудок. Видите, какая цепочка? Как это все надо выяснить? Ну, продолжаем. Желудок, костный мозг, кишечник, селезенка, печень является депоферритина, белкового соединения железа, участвующего в синтезе гемоглобина. Во время пищеварительного процесса в железах желудка происходят неблагоприятные изменения, которые затем восстанавливаются. Отсюда важно давать желудку перерыв в работе для восстановления. Очень хорошо в связи с этим раз в 1-2 недели голодать от 24 до 48 часов. Постоянное жевание, чего-либо, еда на ночь быстро выводит желудок из здорового состояния. И, кстати, вот эта вот проста рекомендация, вот это все не делать, быстро приведут желудок в здоровое нормальное состояние, без всяких лекарств. Количество и качество желудочных соков зависит от рабочего состояния желудочных желез и может значительно меняться при питании длительное время одним набором пищи. При этом происходит изменение времени выработки желудочного сока и его качественного состава. Изменение в работе желудочных желез вызвано тем, что длительное пребывание человека на определенном пищевом режиме изменяет его поведение. Благодаря этому организм приспосабливает работу пищеварительного аппарата и весь процесс пищеварения к различным пищевым режимам, что позволяет лучше настраиваться на пищеварение. Вот это вот можно взять режим. Соблюдайте режим питания. Это имеет большое значение для вашего здоровья. Сокоотделение в желудке относится к легко тормозимым реакциям, особенно в начале. Эмоции очень сильно оказывают на него свое влияние. Например, страх парализует деятельность желудка. Тоже действие оказывает ряд других сильных и неожиданных эмоций. Ну там переживания особенно. Количество выделяемого во время пищеварения сока прямо пропорционально количеству принятой пищи. Но при чрезмерном количестве пищи эта пропорция нарушается. Вот почему важно не переедать. Мы не можем переварить то, что можем загрузить себе в желудок. Жир угнетает секрецию желудочных желез примерно на 2-4 часа. В зависимости от количества жира, имеющегося в пище. Вот почему жирная пища долго лежит в желудке и создает ощущение дискомфорта, тяжести и тому подобное. Тонкий кишечник. Его принято разделять на 12-перстную кишку, тощую и тонкую кишку. Помимо этого, к пищеварению 12-перстной кишки надо добавить деятельность поджелудочной железы и печени, которые выводят свои секреции в нее. Академик Уголев назвал 12-перстную кишку гипоталама гипофизарной системой брюшной полости. В ней продуцируются следующие факторы, которые регулируют энергообмен организма и аппетит. Итак, в 12-перстной кишке осуществляется Первое. Переход от желудочного пищеварения к кишечному. Кстати, вы можете посмотреть общий вид органов брюшной полости. Вне пищеварительного периода содержание 12-перстной кишки имеет слабо щелочную реакцию. Второе. Полость 12-перстной кишки открывается несколько важных пищеварительных проток. От печени и поджелудочной железы, так и свои собственные брюннеровские и либеркюновые железы. Третье. Три основных типа пищеварения. Полостное, мембранное и внутриклеточное под действием секретов поджелудочной железы. Желчи из собственных соков. Четвертое. Всасывание питательных веществ и выведение из крови некоторых ненужных. Пятое. Здесь вырабатываются кишечные гормоны и биологически активные вещества, оказывающие как пищеварительные, так и непищеварительные эффекты. Например, в слизистой оболочке 12-перстной кишки образуются гормоны. Секретин. Он возбуждает секрецию поджелудочной железы и желчи. Холицестокинин. Стимулирует моторику желчного пузыря. Открывает желчный проток. Великинин. Возбуждает моторику ворсинок, тонкого кишечника и так далее. Поджелудочная железа. Ее влияние в пищеварение огромное. Она выделяет от 600 до 1500 мл пищеварительного сока, в котором содержатся ферменты, действующие на все виды пищи. Белки, жиры, оливоды. В основном это следующие ферменты. Трипсин, химотрепсин и карбоксипептидаза. Ввиду их сильной активности, они выделяются в неактивном виде и становятся активными в полости 12-перстной кишки под влиянием особых ферментов кишечного сока и щелочной или нейтральной среды. В связи с этим важно указать, что бесконтрольное питье после еды, даже через 1-2 часа, может менять характеристику кишечного сока и срывать процесс активации ферментов поджелудочной железы. Грубо говоря, этим тушится пищеварительный огонь и сильно страдает полостное пищеварение. Необработанную пищу перерабатывают бактерии, которые вызывают газообразование и другие дискомфорты. Рисунок. Можете посмотреть общий вид печени, желудка, 12-перстной кишки и поджелудочной железы. А мы тем временем идем дальше. Следует отметить, что естественными возбудительными поджелудочной секреции является соляная кислота желудочного сока, овощные соки, особенно кислого вкуса, например, клюквенный морс, жир и продукты его расщепления. Печень. Мало просто расщепить пищу на составные части. Ее еще необходимо переделать в свою. Этот процесс происходит в печени и называется межуточным обменом. Оказывается, эта функция печени самая важная для организма. Если раньше было принято считать, что желудочное образование является самой важной функцией, то простые примеры показывают обратно. Например, больной с острой дистрофией и некрозом печени погибает за несколько дней, а больной с механической желтухой живет месяцы и даже годы. Непосредственно к пищеварительным функциям, которые осуществляются, выделяемые из печени желчью, являются следующие. Первое. Желчь имеет щелочную реакцию. PH 7,7. А главным действующим началом мне являются желчные кислоты. Когда пищевая кашица, обработанная кислым соком и содержащая фермент пепсин, попадает в 12-перстную кишку, где среда щелочная, она может повреждающе воздействовать на следующую оболочку, препятствует воздействию пищеварительных ферментов тонкой кишки. Желчные кислоты нейтрализуют кислую реакцию пищевой кашицы и подавляют деятельность пепсина. Этим действием создаются благоприятные условия для пищеварения в тонкой кишке. Второе. Желчь активирует ферменты поджелудочного и кишечного сока. Третье. Другое действие желчных кислот выражается в способности понижать поверхностное натяжение, что способствует превращению жира в эмульсию и образованию растворимых комплексов, удобных для пищеварения и транспортировки. Четвертое. Желчь способствует растворению жирных кислот, что способствует их лучшему всасыванию. Пятое. Желчь при своем продвижении по тонкому кишечнику действует раздражающе на его слизистую оболочку, вызывая интенсификацию его перистальтики. То есть этим самым подстегивается перистальтика. Шестое. Вместе с желчью из организма выводятся ненужные и вредные для организма вещества различные соединения холестерина и парфинов, билирубин и биливердин. За сутки у человека образуется от 500 до 1200 мл желчи. Наиболее энергичными возбудительными желчьоделения являются яичные желки, жиры, мясо и бульон на нем. Хлеб, молоко, сыр. Тонкая и тощая кишка имеет длину около 6 метров. Железы выделяют до 2 литров сока в сутки. Общая поверхность внутренней оболочки кишечника с учетом ворсинок около 5 квадратных метров. Это примерно в 3 раза больше наружной поверхности тела. Высокая свободная энергия появляется на границе средств. Вода, воздух, масло, вода и так далее. Благодаря такой большой поверхности тонкого кишечника здесь разыгрываются мощнейшие процессы, где нужна большая свободная энергия. По мнению некоторых исследователей, здесь осуществляется холодный термоядерный синтез, превращение одних веществ в другие. Поэтому именно здесь осуществляются основные процессы, связанные с усвоением пищи. Полостное и мембранное пищеварение, а также всасывание. Она же представляет важнейший орган внутренней секреции. В тонком кишечнике рассеянны клетки, синтезирующие и выделяющие гормоны. По массе этих клеток они не уступают массе самых крупных эндокринных желез. Представляете? Сейчас в тонком кишечнике обнаружено 7 типов различных эндокринных клеток, каждая из которых продуцирует определенный гормон. Устройство кишечной стенки. Стенки тонкого кишечника имеют сложнейшее строение. Клетки слизистые имеют до 4000 выростов, так называемых микроворсинок. На одном квадратном миллиметре поверхности кишечного эпители их около 50-200 миллионов. У человека длина одной микроворсинки приближается к одному микрометру. Длина ее в 10-15 раз меньше, а наименьшее расстояние между микроворсинками составляет 15-20 нанометров. Таким образом, они образуют довольно плотную щетку, которая называется щеточной каймой. Такая структура каймы не только резко увеличивает всасывательную поверхность кишечных клеток в 20-60 раз, но и определяет многие функциональные особенности протекающих в ней процессов. В свою очередь, поверхность микроворсинок покрыта гликокалексом. Он состоит из многочисленных тонких извилистых нитей, образующих дополнительный предмембранный слой и заполняющий поры между ворсинками, между этими микроворсинками. Эти нити являются продуктом деятельности энтероцитов кишечных клеток, растут из мембран микроворсинок. Диаметр составляет 0,025-0,005 микрометра, а толщина этого слоя по внешней поверхности кишечных клеток примерно 0,1-0,5 микрометра. Таким образом, гликокалекс с микроворсинками играет роль пористого катализатора. Значение катализатора состоит в том, что он увеличивает активную поверхность. Кроме того, микроворсинки участвуют в переносе веществ в процессе работы катализатора в тех случаях, когда поры имеют приблизительно те же размеры, что и молекулы. К тому же, микроворсинки способны сокращаться и расслабляться в ритме 6 раз в минуту, что увеличивает скорость как пищеварения, так и высасывания. К тому же, кислотные остатки гликокалекса имеют отрицательный заряд, проникающие сюда расщепленные пищевые вещества в виде ионов и диполи здесь имеют определенную ориентацию. Гликокалекс характеризуется значительной водной проницательностью, то есть так называемой гидрофильностью и продает процессам переноса направленный так называемый векторный характер и отборочный, то есть селектированный характер. К тому же, гликокалекс дополнительное звено, снижающее поток антигенов и токсинов во внутреннюю среду организма. Во как! Кстати, забегая вперед, сразу скажу, что вот этот вот глютен, белок пшеницы из хлеба, есть такой, он в виде такой слизи проявляется, и вот именно он забивает эти микрорсинки, тем самым препятствует нормальному пищеварению. Поэтому очень важно в питании использовать хлеб, который содержит меньше этого глютена. Вот в чем вреден этот глютен и сорта пшеницы с его повышенным содержанием. Пищеварение в тонком кишечнике. Когда формировался человеческий организм, то тонкий кишечник был сформирован из наружной активной оболочки, которая в виде трофобласта расплавляла ткани материнского организма во время имплантации. Затем она вывернулась внутрь и послужила прототипом для тонкого кишечника. Теперь задача этой полости расщеплять все, что попадает в нее внутрь, в оках. То, что было снаружи организма, теперь оказалось внутри. Процесс пищеварения в тонком кишечнике сложен и легко нарушим. С помощью полостного пищеварения осуществляется главным образом начальные стадии расщепления белков, жиров, углеводов и других питательных веществ. В щеточной каме протекает расщепление молекул, мономеров в промежуточный этап. На мембране ворсинок идут заключительные стадии расщепления с последующим всасыванием. Особенности пищеварения в тонком кишечнике следующие. Первое. Высокая свободная энергия появляется на границе сред. Вода, воздух, масло, вода и так далее. Благодаря такой большой поверхности, тонкого кишечника, здесь разыграются мощнейшие процессы, где нужна большая свободная энергия. По мнению некоторых исследователей, здесь осуществляется холодный термоядный синтез превращения одних веществ в другие. Состояние, в котором находится вещество, то есть пищевая масса, на границе фаз, то есть около щеточной каймы, в порах гликокаликса, отличается от состояния этого вещества в объеме, то есть полости кишки, по многим признакам. Можете посмотреть рисунок схемы пищеварения и всасывания в тонком кишечнике. Состояние, в котором находится вещество, пищевая масса, на границе фаз, около щеточной каймы, в порах гликокаликса, отличается от состояния этого вещества в объеме, в полости кишки, по многим признакам. В частности, по уровню энергии. Как правило, поверхностные молекулы пищи обладают больше энергии, чем в глубине фазы. Можете посмотреть рисунок схемы пищеварения и всасывания в тонком кишечнике. Второе. Органические вещества, то есть пища, уменьшают поверхностное натяжение и следовательно собираются на границе фаз. Создаются благоприятные условия при переходе пищевых веществ из середины химуса пищевой массы на поверхность кишечника, то есть кишечным клеткам, то есть от полостного к мембранному пищеварению. Третье. Избирательное разделение положительного и отрицательно заряженных питательных веществ на границе фаз приводит к возникновению значительного фазового потенциала, при котором молекулы на границе поверхности в большинстве находятся в ориентированном состоянии, а в глубине в хаотическом. Четвертое. Ферментативные системы, которые обеспечивают пристеночное пищеварение, включены в составе мембран клеток в виде упорядоченных в пространстве систем, отсюда ориентированные нужным образом молекулы мономеров пищи, благодаря наличию фазового потенциала, направляются на активные центры ферментов. Пятое. На заключительной стадии пищеварения, когда образуются мономеры, доступные бактериям, населяющими полость кишки, оно происходит в ультраструктурах щеточной каймы. Бактерии туда не проникают, их размер несколько микрон, а размер щеточной каймы гораздо меньше, 100-200 ангстрем. Щеточная кайма выполняет функцию своеобразного бактериального фильтра. Таким образом, заключительные этапы гидролиза и начальные этапы всасывания протекают в стерильных условиях. Еще разок скажу, что вот этот вот глютен, содержащийся в некоторых салтах хлеба, именно он портит вот эти вот щеточные поры, или там поры щеточного нашего фильтра, и он перестает работать. То есть идет нарушение всасывания. Шестое. Интенсивность мембранного пищеварения изменяется в широких пределах в зависимости от скорости движения жидкости, то есть химуса, относительно поверхности слизистой тонкого кишечника. Поэтому нормально моторика кишечника играет чрезвычайную роль в поддержании высокой скорости пристеночного пищеварения. Если даже ферментативный слой и сохраняется, то слабость перемешивающих движений тонкой кишки или слишком быстрое прохождение пищи через нее уменьшает пристеночное пищеварение. Кто-нибудь вам о таких тонкостях говорил? Выше указаны механизмы способствуют тому, что с помощью полостного пищеварения осуществляется главным образом начальная стадия расщепления белков, жиров, углеводов и других пищевых веществ. В щеточной кайме протекает расщепление молекул, то есть мономеров, и это есть промежуточный этап. На мембране микроворсинок идут заключительные стадии расщепления с последующим всасыванием. Чтобы пища в тонком кишечнике перерабатывалась эффективно, количество пищевой массы должно быть хорошо сбалансировано со временем ее движения вдоль всей стенки. В связи с этим пищеварительные процессы и всасывание пищеварительных веществ распределены на всем протяжении тонкой кишки неравномерно. Соответственно, расположены и ферменты, перерабатывающие те или иные компоненты пищи. Условно показаны те места, где всасываются различные вещества, поступающие из кишки. Это смотрите рисунок. Жир, находящийся в пище, значительно влияет на всасывание и усвоение пищевых веществ в тонком кишечнике. Это наглядно ирюстрирует данный рисунок. Возможна последовательность распределения различных веществ на поверхности тонкой кишки в зависимости от большего А и меньшего Б содержания жиров в пище. Первое – желчные кислоты, второе – жиры, третье – углеводы, четвертое – белки. Толстый кишечник. Толстая кишка является, конечно, частью пищеварительного тракта человека. Но ее функции весьма важны, поэтому разберем их более подробно. Началом толстой кишки считается слепая кишка, на границе которой с восходящим отделом в толстую кишку впадает тонкая кишка. Заканчивается толстая кишка нарудным отверстием заднего прохода. Общая длина толстой кишки у человека составляет около двух метров. В толстом отделе выделяют две части ободочную прямую кишки. Диаметр различных отделов толстой кишки не одинаков. В слепой кишке в восходящем отделе он достигает 5-8 сантиметров, а в сигмовидной всего 3-4. Стенка ободочной кишки состоит из четырех слоев. Изнутри кишка покрыта слизистой оболочкой. Она вырабатывает и выделяет слизь, которая уже сама защищает стенку кишки и способствует продвижению содержимого. Под слизистой оболочкой расположен слой жировой клетчатки, под слизистой оболочкой, в которой проходят кровеносные и лимфатические сосуды. Затем идет мышечная оболочка. Она состоит из двух слоев. Внутреннего циркулярного и наружного продольного. За счет этих мышечных слоев происходит перемешивание и погрежение кишечного содержимого по направлению к выходу. Сирозная оболочка покрывает толстую кишку снаружи. Толщина стенок оболочной кишки в различных ее отделах не одинакова. В правой половине она составляет всего 1-2 мм, а в сигмовидной кишке 5 мм. Теперь опишем наиболее важные функции толстой кишки. Всасывательная. В толстом кишечнике проводят процессы обратного всасывания. Здесь всасываются глюкоза, витамины и аминокислоты, вырабатываемые бактериями кишечной полости до 95% воды и электролитры. Так, из тонкой кишки в толстую ежедневно проходит около 2000 граммов пищевой кашицы химуса. Из них после всасывания остается 200-300 граммов кала. Эвукаторная. В толстой кишке накапливаются и удерживаются каловые массы до выведения наружи. Хотя каловые массы продвигаются по толстой кишке медленно, кишечное содержимое проходит по тонкой кишке 5 м за 4-5 часов, по толстой 2 м за 12-18 часов. Но, тем не менее, они нигде не должны задерживаться. Рисунок. Отделы толстой кишки. Слепая кишка. Второе. Восходящая обудочная кишка. Третье. Правый изгиб обудочной кишки. Четвертое. Поперечная обудочная кишка. Пятое. Левый изгиб обудочной кишки. Шестое. Нисходящая обудочная кишка. Седьмое. Сигмовидная обудочная кишка. Восьмое. Прямая кишка. Девятое. Червеобразный отросток, он же аппендикс, и десятая тонкая кишка. Отсутствие стула в течение 24-32 часов следует рассматривать как запор, а значит самоотравление. Ибо те продукты, которые в норме должны быть выведены через толстую кишку наружу, теперь выводятся окольными путями, всасываются в кровь. Из нее выделяется через легкие почки кожу, обложенный язык, зловонное дыхание, внезапные головные боли, головокружение, апатия, сонливость, тяжесть в нижней части живота, вздучие живота, боли и урчание в животе, снижение аппетита, замкнутость, раздражительность, мрачные мысли, насильственный, недостаточный стул – это признаки запора. Выделительная. Толстая кишка обладает способностью выделять просвет пищеварительной соки с небольшим количеством ферментов. Из крови просвет кишки могут выделяться соли, алкоголь и другие вещества, которые иногда вызывают раздражение слизистой оболочки и развитие болезней, связанных с ней. Таков же механизм раздражающего действия на слизистую оболочку толстой кишки соленой и острой пищей. Как правило, геморрой всегда обостряется после кушания селедки, копчения, блюд с уксусом. Роль микрофлоры в толстом кишечнике. Здесь обитает более 400-500 различных видов бактерий. Как утверждают ученые, в одном грамме испражнений их в среднем находится 30-40 миллиардов. По данным Куанди, человек выделяет с фекалиями в сутки около 17 триллионов микробов. Напрашивается закономерный вопрос, почему их так много. Оказывается, нормальная микрофлора толстого кишечника не только участвует в конечном звене пищеварительных процессов и несет защитную функцию в кишке, но из пищевых волокон производит целый ряд важных витаминов, аминокислот, ферментов, гормонов и других питательных веществ. Пищевые волокна, не усваиваемые организмом, растительный материал, целлюлеза, пектин, лингин и так далее. Значит, подробнее смотрите в части о питании об этом. Отсюда видно, что деятельность микрофлоры дает нам существенную прибавку в нашем питании, делает его устойчивым и менее зависимым от окружающей среды. В условиях нормально функционирующего кишечника микроорганизмы способны подавлять и уничтожать самых различных болезнетворных и гнилостных микробов. Например, кишечные палочки синтезируют 9 различных витаминов. В1, В2, В6, биотин, пантотенового, никотинового и фолиевого кислоты. В12 и витамин К, они же и другие микробы обладают также ферментативными свойствами, разлагая пищевые вещества по тому же типу, что и пищеварительные ферменты, синтезируют ацетилхолин, способствуют усвоению организмов железа. Продукты жизнедеятельности микробов оказывают регулирующее действие на вегетативную нервную систему, а также стимулируют нашу иммунную систему. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов необходима слабокислая среда и пищевые волокна. Если питание другое, больше белковое и крахмалисто, среда становится гниющей, и в ней размножаются совсем другие микроорганизмы, которые своей жизнедеятельностью отравляют организм и подрывают наше здоровье. Кстати, посмотрите рисунок толстой кишечник, как обогреватель крови. Теплообразование в толстом кишечнике. Теперь разберем еще одну функцию толстого кишечника, недавно открытую современной наукой, но известную древним мудрецам. Толстый кишечник является своеобразной печью, которая обогревает не только все органы брюшной полости, но и посредством крови весь организм. Ведь подслизистый слой кишечника является наибольшим вместилищем кровеносных сосудов, а следовательно и крови. Механизм действия печки таков. При росте любого организма в окружающую среду выделяется большое количество энергии. Так оказалось, что яйца курицы разогревают сами себя, а роль наседки в том, чтобы поддерживать определенную температуру этого нагрева. Микроорганизмы, обитающие в толстом кишечнике, также при своем развитии выделяют энергию в виде теплоты, которая греет венозную кровь и прилегающие внутренние органы. Поэтому не даром столько микроорганизмов образуется в течение суток 17 триллионов. Энергообразующая функция толстого кишечника. Вокруг любого живого существа образуется свечение, аура, которая говорит о наличии в организме плазменного состояния вещества, биоплазмы. Микрубы также имеют вокруг себя свечение биоплазму, которая заряжает воду и электролиты, всасывающиеся в толстом кишечнике. А электролиты, как известно, один из лучших аккумуляторов и переносчиков энергии. Эти энергонасыщенные электролиты вместе с током крови и лимфы разносятся по всему организму и отдают свой высокий потенциал энергии всем клеточкам тела, постоянно подзаряжая их, а также подзаряжая собственное плазменное тело организма через систему акупунктурных каналов. Таким образом, наряду с тонким кишечником, в котором сильны расщепительные способности, их дополнительно усиливает плазменная энергетика толстого кишечника, что способствует мощным пищеварительным процессам брюшной полости. Кровь, кровеносная система, межклеточная жидкость и соединительная ткань. После того, как пища расщеплена и всосалась в кровь, прошла печеночный барьер, ее необходимо доставить ко всем тканям и клеткам организма. Распределение осуществляется с помощью кровеносной системы, а в качестве носителя выступает кровь. Но прежде чем питательные вещества достигнут клеток, они из крови переходят в межклеточную жидкость, которая через дебри соединительной ткани доводит их до клеток. В этом отделе доставки могут быть свои неприятности и проблемы. Наиболее главная проблема заключается в том, что организм человека устроен так, что нормальное кровообращение и ток межклеточной жидкости в ней происходят тогда, когда он находится в движении. Если этого нет, то кровь самотеком медленно продвигается в капиллярном русле, еще более медленнее движется через соединительную ткань межклеточная жидкость. Все это способствует тому, что в отделе доставки собрается множество продуктов, движущихся в сторону клеток, и от них это приводит к изменению характеристик межклеточной жидкости, к ее загустению, студнеобразованию и так далее. Кроме вышеуказанного, идет особый процесс в самой соединительной ткани, которая теряет свою эластичность, а с ней и способность к пропусканию через себя межклеточной жидкости. В результате может быть такая ситуация. Нормально работает желудочно-кишечный тракт, а человек чахнет от истощения. Внутриклеточное пищеварение. Конечным звеном пищеварения является усвоение питательных веществ в клетках организма. Само питание клеток начинается с клеточной мембраны. Она пропускает внутрь клеток необходимые для питания вещества, и выводит наружу отходы. Мембраны клеток обладают избирательностью, облегчают поступление внутрь клеток одних веществ и препятствуют проникновению других. Возможность проникновения питательных веществ через мембрану зависит не только от величины молекул, но и от электрического заряда, если такое имеется. От присутствия и числа молекул воды, связанных с поверхностью этой частицы, от растворимости частиц в жирах. Кроме этого, большую роль играет качество самой мембраны. И если она повреждена, постарела, то питательные вещества хуже проходят через нее, что затрудняет питание клетки. Питательные вещества, попавшие внутрь клетки, подвергаются дальнейшей обработке в специальных органах, которые называются митохондриями. В митохондриях, имеющих сложное полое строение, содержатся ферменты, участвующие в системе переноса электронов, которые играют важную роль в превращении потенциальной энергии пищевых веществ в биологически полезную энергию, необходимую для осуществления клеточных функций. В результате расщепления ферментами пищевого субстрата и освобождения ранее связанной энергии, энергии электронов, она связывается в биологически полезной форме в виде энергии макроэргических соединений, например, АТФ. Если упрощенно рассмотреть этот процесс, то окажется, что клетка с помощью ферментативных реакций расщепляет сложные вещества до простых составляющих, например, глюкозы до углекислого газа и воды, энергию связей улавляет и использует на свои нужды. Следующий звено, от которого зависит внутриклеточное пищеварение, это ферменты и необходимая ПАЖ среды внутри клетки. Если кислотно-щелочное состояние среды в норме, достаточное количество ферментов, то в клетке прекрасно осуществляются все биологические процессы и организм здоров. В заключение добавим, что необходимость клетки в пище зависит от ее энергетических и материальных расходов. Чем больше до определенного предела работают те или иные клетки, тем больше им необходима энергии для выполнения ее, и тем больше надо материала для восстановления разрушенных в результате этой работы клеточных структур. Поэтому питание должно быть адекватным. Сколько расходовано, столько и возмещается. Если возникает недостаток питания, то клетки от этого начинают страдать и хуже выполнять свои функции. Если имеется избыток питательных веществ, то он скапливается в межклеточной жидкости, ибо клетка берет себе столько пищи, сколько ей необходимо. Этот избыток питательных веществ меняет характеристики самой межклеточной жидкости, соединительной ткани, что отрицательно сказывается на дальнейшем питании. Поэтому необходимо потреблять столько пищи, сколько необходимо клеткам, и не более. Регуляция потребления пищи. Нам предстоит выяснить, как в организме человека возникает потребность пищи. Действительно, не сообщает же каждая клеточка организма отдельно, что она голодна. Чтобы ответить правильно на этот вопрос, вернемся обратно к начальному этапу развития человеческого организма во внутриутробную стадию. Группа клеток, прообраз будущего человека, погружена в питательную среду, которым для нее является материнский организм. Вся задача заключается в том, чтобы взять пищу. Наш организм в этом отношении не пошел дальше этой стадии. Он создал внутри себя подобные условия. Грубо говоря, клетки организма погружены в раствор, в котором уже имеется достаточно пищевых веществ. Задача организма заключается в том, чтобы поддерживать необходимую концентрацию пищевых веществ в растворе. Таким раствором является межклеточная жидкость и кровь. В головном мозге имеется специальный пищевой центр своего рода датчик, который анализирует, сколько в циркулирующей крови содержится питательных веществ. Как только концентрация их снижается ниже допустимого значения, поступает сигнал в виде голодного импульса. В работу включается сознание и начинается поиск и поглощение пищи. В связи с этим важно отметить следующее. Мы поглощаем пищу, которая измельчается в ротовой полости, потом обрабатывается в желудке, кишечнике, наконец всасывается в круг и омывает пищевой центр. Только после этого мы чувствуем, что потребность пищи удовлетворена. Но за это время, которое прошло с момента начала еды до насыщения крови питательными веществами, мы можем съесть гораздо больше пищи, чем это нам необходимо. Избыточная еда обременяет наш организм. Поэтому не спешите с приемом пищи. Кушайте ее медленно, тщательно пережевывая. Прекращайте еду, как только почувствуете первые признаки насыщения. В противном случае вы заканчиваете есть, когда чувствуете, что наелись, то есть наполнили желудок до отказа. А через некоторое время вам плохо, живот переполнен, вы переели. Это указывает как раз на вышеописанный феномен. Следующую еду принимайте только тогда, когда опять возникнет достаточно ощутимое чувство голода, сигнализирующее, что все усвоено, и организм готов принять новую порцию пищи. Это очень важно для обретения и поддержания здоровья. Запомните, система пищеварения относительно инертна. Она рассчитана на насыщение крови регулярными, но небольшими порциями питательных веществ. То, что вы примете сразу много пищи, не значит, что она быстро и полностью окажется в крови. Мы не протолкнем больше положенного, а только перегрузим начальное звено, растянем желудок. В итоге мы сами создаем предпосылки для смещения и опущения внутренних органов. Сразу же отвечу на вопрос, что делать, когда начинается жжет, то есть хочется безудержно есть. Один из вариантов решения этого вопроса такой. Скушайте небольшую порцию пищи, встаньте из-за стола и пойдите прогуливаться по улице, или выполните легкие физические упражнения. Главное, это отвлечение на время около 30-60 минут от пищи. За это время часть пищи успеет сосаться в кровь и снимет чувство острого безудержного голода. Возникает нормальное насыщение. В ближайшие 2-4 часа кушать не захочется, и вы не переедите. Желание пожевать чего-либо возникает от физического безделия. Находясь на пониженном энергетическом потенциале, организм пытается подзарядить себя с помощью акта жевания. А акт жевания – это своего рода физическая нагрузка. Если вам внезапно захотелось кушать, хотя вы сыты, то выполните простейшие физические упражнения, совершите прогулку, и желание покушать отпадет само собой. Работа пищеварительной системы как единая целая. Человек испытывает чувство голода. У него активируется программа поиска пищи и насыщения. Наконец, пища найдена или приготовлена. Вид и запах пищи, а также разговоры о ней и тому подобное, вызывают своеобразное воздействие. Выделяется слюна и желудочный сок, которые заранее подготавливают организм к приему пищи. Пищеварение в ротовой полости. Начинается поглощение пищи. Среда в ротовой полости щелочная. Кусовое воздействие пищи во рту вызывает сильное слюноотделение. Она может впрыскиваться в ротовую полость. Акт жевания вызывает мощное рефлекторное возбуждение деятельности желудка, поджелудочной железы и печени. Все это способствует лучшему перевариванию пищи. В ротовой полости, помимо превращения продукта питания в пищевой комок, происходит частичное расщепление крахмала. Чем дольше акт жевания, тем лучше происходит предварительная обработка крахмала. Меньше становится пища, ее легче расщепить в дальнейшем. Лучше подготавливается для встречи с пищей последующие разделы пищеварительной системы. Механически обработанная и достаточно смоченная слюной пища с помощью координированных движений щек и языка передвигается к корню языка, откуда в результате глотательных движений поступает пищевод, по которому направляется в желудок. Передвижение пищи через глотку или по пищеводу осуществляется с помощью последовательно возникающих рефлекторных сокращений мышечной стенки пищевода. Плотная пища проходит пищевод в течение 6-9 секунд, а жидкая 2-3. Между пищеводом и желудком имеется заслонка, кардиальный сфинктер, которая закрывается рефлекторно. Поступает новая порция пищи, она опять открывается. Во все остальное время она закрыта. Желудочное пищеварение. В желудке пища попадает в кислую среду и подвергается значительным химическим воздействиям, частично ферментам слюны, которые продолжают свое действие на пищу, пока не разрушится кислой средой желудка, а в основном соком желудочных желез. Крепость кислых соков желудка настолько велика, что они способны растворить гвоздь. Стенки желудка защищены от самопереваривания особой слизью, которая покрывает желудочные стенки. Если ее повредить любым способом, то стенки желудка разрушаются, образуются участки кровоизлияния, язвы и т.д. Кстати, доктор Витебский считает, что употребление минеральной воды способствует уничтожению этой защитной слизи, является причиной многих желудочных болезней. По этой причине не надо злоупотреблять шанг-пракшалана, это промывание всего пищеварительного тракта с помощью подсоленной воды. Выполняйте ее не чаще одного раза в две недели и соблюдайте рекомендуемое после нее питание, которое защищает стенки желудка и не провоцирует выделение кислого сока. Большую роль в правильном питании желудка играет воздушный пузырь. После приема пищи человек должен в течение полутора-двух часов находиться в вертикальном положении, чтобы пузырь находился вверху и давил на пищу, направляя ее вниз. Если человек ложится на спину, воздушный пузырь смещается в середину, давит на пищу и она срыгивается. Кислое содержимое раздражает пищевод и может привести к серьезным заболеваниям. Особенно это вредно для грудных детей. В результате такой практики пищеварительный тракт с первых месяцев жизни выводится из нормального ритма пищеварения. В результате пищеварения пища предварительно перемешивается, пропитывается соком, составные части ее, особенно белки, подвергаются расщеплению и постепенно отдельными порциями пищевая масса проходит через заслонку привратника в двенадцатиперстную кишку. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. В двенадцатиперстной кишке происходит щелочная обработка пищи. Заслонка привратника открывается и порция пищевой массы, обработанная кислым секретом желудка, попадает в полость двенадцатиперстной кишки. Заслонка привратника закрывается. Теперь на эту порцию пищевой массы воздействуют щелочные соки самой двенадцатиперстной кишки, панкреатический сок и желчь. Как только кислотность пищевой массы нейтрализуется, это воздействует на рецепторы, расположенные в стенках двенадцатиперстной кишки, и вновь открывает заслонку привратника. Поступает новая порция кислой пищевой массы. Так происходит до тех пор, пока все содержимое желудка не перейдет в кишечник. Пищеварение в тонкой кишке. Здесь происходит три вида пищеварения. Полостное, пристеночное и внутриклеточное. К действию пищеварительных соков двенадцатиперстной кишки присоединяются собственные кишечные соки, которые расщепляют пищевые продукты до составных частиц. Кроме этого, в пищеварении принимают участие микроорганизмы, населяющие полость тонкого кишечника. Например, они вырабатывают фермент уриказу, который обеспечивает переваривание мочевой кислоты, как белкового остатка от мочевины. Отсутствие в кишечнике уриказы вызывает отложение мочевой кислоты в суставах и тканях организма. Это причина многих болезней от подагры до пороков сердца. Микроорганизмы тонкого кишечника весьма чувствительны к нарушениям внутренней среды в ней. Особенно сильно на микроорганизмы, населяющие тонкий кишечник, влияют разнообразные лекарства, особенно антибиотики. Например, безобидная таблетка аспирина вызывает разрушение слизи в желудке и микрокровоизлияние. Они убивают необходимые нам микроорганизмы и создают условия для заселения микроорганизмов, паразитов или грибков. В результате такой практики лечения и питания развиваются дисбактериозы. Они вызывают самые непредсказуемые изменения в пищеварении, а значит и в работе всего организма. Пищеварение в толстом кишечнике. Между тонким и толстым кишечником имеется заслонка, которая открывается лишь тогда, когда пищевая масса достаточно обработана в этом отделе кишечника. Среда в толстом кишечнике слабо кисла и способствует развитию специфических микроорганизмов. Рисунок заслонки и сфинктеры толстого кишечника. Кстати, такие же заслонки и сфинктеры имеются и в тонком кишечнике. Первое заслонки Генстера и Амюса. Второе сфинктер Джордана. Третье сфинктер Одди. Четвертое сфинктер Пайра и Штрауса. Пятая заслонка Тюльпа, Воролия и Баугена. Шестое сфинктер Гирша. Седьмой сфинктер Кеннона. Продолжаем. Только в толстом кишечнике имеется семь заслонок, которые обеспечивают нормальную работу этого отдела пищеварительной системы. Любое нарушение в их работе приводит к запорам или поносам со всеми вытекающими последствиями для здоровья. Из этого краткого описания пищеварения становится ясным, что важная роль в этом процессе принадлежит заслонкам, желудочно-кишечным сфинктерам, которые работают в зависимости от изменения кислотного показателя пищевой кашицы. Малейшие нарушения в порядке кислотно-щелочной обработки продуктов вызывают нарушения в их работе. Работа заслонок сбивается с необходимого ритма. Продвижение пищи в одном направлении нарушается, а это не что иное, как болезненный дискомфорт, который переходит в серьезные заболевания, способные разрушить весь организм. Поэтому после еды не пейте через 1-2 часа литрами всевозможные напитки. Не кушайте десерты и фрукты. Покушали? Немного выпили, чтобы горло промочить. И ждите, когда вновь захочется есть. Роль микрофлоры в пищеварении. В предыдущих разделах мы уже говорили о роли бактерий, населяющих желудочно-кишечный тракт в процессе пищеварения. Рассмотрим этот вопрос более подробно. Согласно воззрениям недавнего прошлого, бактериальная флора считалась нежелательной и в определенной степени вредной. По исследованиям академика Уголева и других ученых было установлено обратное. Бактериальная флора не только не вредна, но и необходима для нормального развития физиологических функций организма. Можете посмотреть рисунок схема симбиотного пищеварения. На рисунке показано, что дополнение к основному потоку пищевых веществ, это цифра 1, из балластных веществ под действием бактериальной флоры образуется дополнительное. Второй поток вторичных пищевых веществ. Третий поток употребления самой бактериальной флоры. Четвертый поток продуктов жизнедеятельности бактерий. В результате эволюции развелись взаимовыгодные, то есть симбиотные взаимоотношения между организмом человека и бактериями, населяющими его желудочно-кишечный тракт. Между ними осуществляется обмен метаболитами, то есть продуктами жизнедеятельности, в состав которых входят пищевые вещества, различные неорганические компоненты, стимуляторы, ингибиторы, гормоны и другие физиологически активные вещества. Бактериальная флора обеспечивает нужное пищевое соотношение веществ в желудочно-кишечном тракте, разрушая некоторые избыточные компоненты пищи и образуя недостающие продукты. То есть если мы с вами переедаем, заостряя ваше внимание, то питаемся не мы, а микрофлора начинает разрушать эти избыточные компоненты пищи со всеми вытекающими последствиями, даже нормальная, здоровая микрофлора. Недаром у некоторых животных, в основном травоядных, масса бактериальной флоры может составлять 1 седьмую часть массы тела животного. Поток веществ, поставляемый в наш организм бактериями, состоит из нескольких составляющих. Первое. Питательные вещества, измененные микрофлорой. Второе. Продукты жизнедеятельности самих бактерий. Третье. Балластные вещества, измененные бактериальной флорой. Четвертое. Потребление самой бактериальной флоры организмом человека. В этих четырех потоках имеются. Первое. Полезные вещества, витамины, незаменимые аминокислоты и другие. Второе. Вещества, которые на сегодняшний день развития науки считаются неполезными и невредными для организма. Индифферентными. Третье. Токсические вещества. Сопоставление безмикробных животных, заселенными нормальной микрофлорой, показало, что безмикробные обладают целым рядом дефектов и должны быть охарактеризованы как неполноценные. Поэтому поддержание нормальной бактериальной флоры в организме становится одной из главных задач оптимизации питания, оптимизации здоровья и жизни людей. В качестве примера негативного и позитивного влияния микрофлоры разберем два случая. Первое. Негативное влияние микрофлоры. Если пища вводится в организм в виде мономеров, молока, молочной смеси, раствора сахара, глюкозы, в виде напитков и других искусственных сочетаний, то пристеночное пищеварение как защитный механизм не функционирует и бактерии оказываются в чрезвычайно благоприятных условиях для размножения в результате избытка легко усваиваемых компонентов пищи сахара, глюкозы в полости тонкой кишки. Это приводит к нарушению соотношения микроорганизмов и пищи в полости тонкой кишки. Они усваивают в избытке нужную для организма пищу, в том числе необходимую, и увеличивают свои вредные выделения. А. Нормальное взаимоотношение бактерий, флоры и организма. Микроорганизмы поставляют организму дополнительные питательные вещества, при этом поток бактериальных метаболитов находится в норме. Кстати, можете посмотреть рисунок влияния микрофлоры на пищеварение. Б. Преобладание патогенной микрофлоры в кишечнике. Там идут гнилостные и бродильные процессы, которые питают болезнетворных бактерий, ибо пища потребляется в виде мономеров, то есть мельчайших частиц, которые сразу же можно усвоить. Что делает ее добычей бактерий. В результате организму пищи не хватает. В то же время во много раз возрастает поток бактериальных метаболитов, токсинов и так далее. Такое постоянное самоотравление подрывает наши силы и вызывает самые разнообразные заболевания. Именно в этом пагубная суть дисбактериоза. Пока мы молоды, наш организм справляется с этим. Кстати, это еще и наглядный пример того, почему при нормальном пищеварении достаточно 800-1200 ккал, а при болезнетворном 3000-3500 не хватает. Все микробы съедают, да еще гадят нам в кровь. Вот так. Непереносимость молока. Она заключается в резком или полном отсутствии фермента лактазы в кишечных клетках. Дисахарид молока. Лактоза расщепляется только этим ферментом, и когда его нет, лактоза остается в просвете желудочно-кишечного тракта и становится добычей бактерий. О способности бактерий размножаться с огромной скоростью говорят следующие расчеты микробиологов. Пищевые потребности одной бактерии через сутки, если ее питание не будет ограничено, составляют потребности 15-летнего мальчика. Такое быстрое размножение бактерий вызывает поступление большого количества бактериальных отходов, то есть метаболитов, во внутреннюю среду организма и как следствие отравления. Следует отметить, что у людей с одинаковой лактозной недостаточностью чувствительность может быть или явно выражена, или совершенно отсутствует. Это объясняется двумя причинами. Первое. Различиями бактериальной флоры. У одних лиц бактериальная флора не вырабатывает токсических метаболитов, у других продуцируют их в большом количестве. Второе. Состоянием барьерной функции печени. При старении организма, как правило, непереносимость ряда пищевых продуктов возрастает. Это связано не только с ослаблением стинтеза различных ферментов, но и в особенности с ослаблением функции печеночного барьера. Второе. Позитивное влияние микрофлоры. Уже упоминалось о том, что у некоторых животных масса бактериальной флоры может составлять 1 седьмую часть от общей массы тела животного. Поступление пищи в организм уже через десятки минут-часы приводит к активации и размножению бактерий, населяющих полость желудочно-кишечного тракта и поверхности слизистой кишечника. Оказывается, микрофлора также переваривается и усваивается организмом человека. Микробы, бактерии, дрожжи и так далее, составляющие нормальную микрофлору, представляют собой великолепное пищевое сырье. Белок бактерий, дрожжей, содержит все важнейшие аминокислоты. В сухом веществе дрожжей его может быть от 51 до 58%. Кроме того, внутри этих простейших микроорганизмов синтезируются и накапливаются многие витамины, особенно группы В и витамин Д. Отсюда эти микробы представляют для нас наиболее питательное мясо. Внутри нас собственный мясокомбинат. Главное уметь им пользоваться. Нормальная микрофлора особенно благоприятно развивается при потреблении свежей растительной пищи, в которой содержится, помимо всего прочего, много кислорода, необходимого для дыхания бактерий. Если пища вареная, то в ней кислорода гораздо меньше. В результате развиваются другие популяции бактерий, которые используют бескислородное разложение, что сильно увеличивает токсическую часть их метаболитов. К тому же дисбактериоз приводит к снижению активности ферментов тонкой кишки и, соответственно, к нарушению пристеночного пищеварения. Следующие причины лежат в основе развития дисбактериоза. Первое. Неправильное питание. Пища сильно изменена и принимается в виде легко усваиваемой формы. Сахар, глюкоза. Деградированная эта термическая обработка неправильно потребляется в одном приеме пищи. Второе. Потребление антибиотиков формирует болезнетворную микрофлору, а нормальную сильно угнетает вплоть до подавления. Особенно сильно это происходит у грудных детей и детей ясельного возраста. С ними происходят страшные вещи. Одна-две недели приема антибиотиков, например, от простуды и прочего, и искажения нормального развития обеспечены на всю оставшуюся жизнь. Я ничуть не преувеличиваю. Третье. Заболевание желудочно-кишечного тракта, а также дефицит витамина А. Четвертое. Эмоциональные стрессы. Пятое. Ничего квашного не ешьте. Во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. Библия, книга, исход, глава 2. Увы, эта древняя заповедь нами регулярно нарушается. Дрожжи, содержащиеся в хлебобулочных изделиях, губят нас медленно, но верно. Они извращают нашу микрофлору и способствуют развитию и течению упорного дисбактериоза и многих других заболеваний. Плод до онкологии. Особенно это относится к термофильным дрожжам. Нормальные дрожжи, естественные, хмельные. Это совсем другое. Роль брюшного мозга и кишечной гормональной системы в пищеварении. В желудочно-кишечный тракт встроен брюшной мозг и кишечно-гормональная система. Академик Уголев, внесший второй по величине вклад в изучение пищеварения после Павлова, так отозвался об эндокринных железах, расположенных в области двенадцатиперстной кишки, что это гипоталама, гипофизарная система брюшной полости. О роли вышеуказанной системы в жизнедеятельности организма мы уже кратко рассказывали. Физиологическое предназначение кишечной гормональной системы, сокращенно КГС, регулировать деятельность желудочно-кишечного тракта, обеспечивать не только более эффективную переработку пищевых веществ в желудочно-кишечном тракте, но и способствовать лучшему усвоению их клетками. Если вернуться к введению в питание, в котором рассказывалось, для чего необходима пищеварительная система, то кажется, что для более эффективного распределения пищи, организм создал специальную координирующую систему по распределению питания, состоящую из нервной и эндокринной систем. Согласованная работа этих систем делает питание человека стабильным и адекватным. Для общего развития познакомьтесь с гормонами, вырабатываемыми кишечной гормональной системой и их действием. Первое. Секретин стимулирует секрецию жидкой части панкреатического сока. Стимулятором секреции секретина являются ионы водорода. Секретин стимулирует и инсулин. Исследования последних лет показали, что желудочно-кишечный тракт вырабатывает гормоны, то есть выполняет функцию эндокринных желез. И стало быть, сам является крупной железой внутренней секреции. Среди гормонов, которые он вырабатывает, есть такие, которые типичны для определенных структур головного мозга. Поэтому влияние этих гормонов ощутимо в различных частях организма. Кстати, можете посмотреть рисунок кишечно-гормональной системы. На рисунке показаны зоны, регулирующие действия кишечных гормонов, как внутри желудочно-кишечного тракта, так и вне его. Второе. Холицестокинин. Сильно стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железы и сокращение желчного пузыря, а также моторику кишечника. Третье. Гастрон. Стимулятор секреции соляной кислоты желудком, торможение моторики 12-перстной кишки, торможение эвакуации содержимого из желудка. Четвертое. Глюкогон. Мобилизует гликоген печени, стимулирует дыхание митохондрий клеток печени. Пятое. Кохерин. Регулирует кишечную активность. Шестое. Великенин. Стимулирует сокращение ворсинок тонкого кишечника. Седьмое. Энтерокенин. Вызывает секрецию жидкого и плотного компонентов желудочного сока. Восьмое. Дуокенин. Фактор, стимулирующий выделение секрета бруннеровскими железами 12-перстной кишки. Девятое. Энтерогастрон. Фактор в процессе, когда жирная пища тормозит секрецию соляной кислоты желудком и унитает его двигательную активность. Десятое. Вагогастрон. Тормозит желудочную секрецию. Одиннадцатое. Бульбогастрон. Тормозит секрецию соляной кислоты желудка. Двенадцатое. Сиологастрон. Фактор слюны, тормозящий секрецию соляной кислоты. Тринадцатое. Энтероксинтин. Гипотетический кишечный фактор, возбуждающий деятельность оксинтиновых клеток. Четырнадцатый гормон, обладающий суматостатиноподобной иммунно-реактивностью. Фактор, ингибирующий освобождение гормона роста. Пятнадцатый гипп, ингибитор кислой секреции. Шестнадцатый гипп, влияет на пищеварение, сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, метаболизм и на кровь. Семнадцатый гиппетитин. Мателин стимулирует активность тела желудка. Восемнадцатый гиппетитин. Химоденин стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железы. Девятнадцатый гиппетитин. Бомбезин стимулирует кислую секрецию желудка. Сокращение желчного пузыря стимулирует панкреатическую секрецию. Двадцатая субстанция П. Обеспечивает понижение кровяного давления и расширение сосудов. Двадцать первая антилон. Противоязвенный фактор. При голодании кишечная гормональная система не работает, то есть клетки не выделяют гормоны, а заполнены ими. При этом экономятся энергетические и пластические ресурсы организма. Кроме всего этого выяснилось, что эндокринные клетки желудочно-кишечного тракта вырабатывают такие типичные гипоталамогипофизарные гормоны, как тиреотропный гормон и АКТГ. А клетки гипоталамуса и гипофиза продуцируют типичный гормон желудочно-кишечного тракта Гастрон. Таким образом, гипоталама гипофизарная и желудочная кишечная гормональная системы оказались в чем-то родственными. Значение пищеварительной системы как эндокринного органа еще более возрастает в связи с открытием эндогенных морфинов, эндорфинов и энкефалинов, обладающих морфиноподобной, то есть болеутоляющей, успокаивающей активности. Они локализуются и продуцируются в тканях не только мозга, но и желудочно-кишечного тракта. Другие характеристики пищеварительной системы. Весьма важно познакомиться с другими особенностями пищеварительной системы, с тем, чтобы не портить ее, а при случае знать, как восстановить. О начальной эффективности питания организма человека можно судить по такому факту. Каждая кишечная клетка способна обеспечить пищевыми веществами, как пластическими, так и энергетическими, от 10 в третьей степени до 10 в пятой степени других клеток. При этом вес желудочного кишечного тракта человека составляет 1,8% от веса тела. Для сравнения, у кошки 2,8%, коровы 1,8%, овцы 2,1%. Наибольший вес тонкой кишки у человека в возрасте от 41 года до 50 лет и уменьшается при старении. Нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта связано с его непрерывным восстановлением. В нем быстрее всего слущивается эпителий, верхний слой клеток кишечной стенки. Так, время обновления эпителия 12-сперстной кишки 1,8 дня, 2,3% в час. Тощий 3 дня, 1,5% в час. Тонкой 3-6 дней, от 1,4 до 0,7% в час. Быстрее всего обновляется гликокаликс, это щёточная кайма, за 4-10 часов. Такое обновление гликокаликса создает эффект постоянной очистки пор щёточной каймы. Отсюда частая еда, возможно, быстрее слущивает эпителий кишечника. Вообще время полного обновления кишечного эпителия у человека колеблется от 6 до 14 дней. Вот, в частности, один из ответов на вопрос, почему воздержание от пищи, то есть голодание, в течение вышеуказанного срока способствует рубцеванию язв желудочно-кишечного тракта. Немаловажен вопрос, в какое время суток лучше всего потреблять пищу, чтобы она лучше всего расщепилась и усвоилась организмом. Из описания активности ферментов нам известно, что они наиболее активны при повышении температуры, а желудка при повышении кислотности. Кроме этого, активность ферментов подстёгивает гормональное воздействие. Изучим науку о биоритмах, мы знаем, что с 3 до 15 часов наш организм находится в кислой фазе, которая благоприятна для работы ферментов в желудке. Самая высокая температура в течение суток наблюдается в полдень. Самое большое количество гормонов в крови с 6 до 8 часов утра. В итоге получается, что процесс расщепления пищи лучше всего проводить с 7 до 15 часов дня. Кроме этого, существуют рекомендации по работе тех или иных органов с учётом циркуляции в организме энергии. Они говорят, что с 7 до 9 часов утра энергия находится в желудке. С 9 до 11 она в поджелудочной железе и селезёнке. И с 13 до 15 часов в тонких кишках. С учётом этих знаний, правильное питание 2 раза в день. Существуют древние рекомендации питаться всего лишь один раз в день в полдень. Итак, мы продолжаем. Утром с 7 до 9, когда активен желудок и организм насыщен гормонами. Днём с 13 до 15, когда высокая температура окружающей среды активирует ферменты. То есть полдень, высокое состояние солнца активирует по типу резонанса энергетический центр теплообразования и расщепление манипуру чакру. Ну это так спорно, но я решил это сказать. И энергия находится в тонком кишечнике. Вечером можно выпить что-либо легко усваиваемое или скушать фрукты. Переход организма с 15 часов в щелочную фазу и понижение температуры тела в ночные часы существенно замедляет пищеварение. То есть гасит пищеварительный огонь. К тому же энергии нет в пищеварительных органах. В итоге пища, принята вечером, переваривается гораздо хуже. Образует много слизи, срывает интимный энергетический процесс. Организм ночью не отдыхает. В итоге накапливается хроническое утомление, нехватка энергии, которая требует утром приема различных стимуляторов в виде чая, кофе, алкоголя, табака и так далее. Некоторые выводы. Каждый отдел желудочно-кишечного тракта, как нам теперь известно, выполняет свою присущую только ему функцию. Эти отделы изолированы друг от друга специальными клапанами. Изоляция это необходимо, поскольку в каждом отделе имеется своя PH среды. Так, PH среды вратовой полости щелочная, в желудке кислая, вне периода пищеварения отделяется слизь нейтральной или слабой щелочной реакцией. В 12-перстной кишке в период пищеварения нейтральна. Сюда же выделяется желчь и поджелудочный сок, имеющий щелочную реакцию, для нейтрализации кислотности, поступающей из желудка. В период между приемами пищи в тонком кишечнике среда слабо щелочная, а в толстом кишечнике слабо кислая. В каждом из отделов время нахождения пищи также специфично. В зависимости от вида, пища находится в ротовой полости от нескольких секунд до минут, в желудке от 2 до 4 часов, в тонком кишечнике 4-5, а в толстом 12-18 часов. Заселяемость микроорганизмами желудочно-кишечного тракта также различна и специфична. Так, в ротовой полости большое количество микроорганизмов. В желудке их очень мало. В тонком кишечнике в период, когда пищи нет, их мало. В период пищеварения происходит их бурное размножение. В толстом кишечнике они присутствуют в колоссальном количестве. Вообще, самодеятельность бактерий в тонком и толстой кишке взаимосвязаны. Микрофлора распределена как вдоль кишечника, так и от центра кишки к стенке. То есть, в центре кишечной полости обитает один вид микроорганизма, а возле стенки другой. В районе 12-перстной кишки обитает один вид, в той же другой, еще ниже третий и так далее. К тому же, надо помнить, что кишечная микрофлора должна быть строго специфична. Ведь она была выработана и закреплена в течение тысяч лет эволюции человеческого организма. Таким образом, пищеварительные соки, микроорганизмы и пища создают в организме интеральную, то есть внутреннюю среду, которая является частью экологии человека. Интеральная среда организма есть что-то среднее, то есть буферная среда между внешней, воздух, почвах, то есть то, что окружает нас, и внутренний, кровь межтканевая жидкость, средами. Из вышеприведенного становится очевидным, что как буферная, так и внутренние среды организма в первую очередь зависят от поступающей пищи, то есть внешней среды. Отсюда, регулируя поступление пищи в организм, варьируя качеством и количеством пищи, можно добиться удивительных результатов в собственном оздоровлении. Читая эту книгу, еще раз для себя установил. Пищеварительная система создана для того, чтобы подготовить принятую пищу для усваивания клетками. Подготовить с цельного куска принятой там пищи растительной животной были получены, в конце концов, такие вещества, которые может усвоить клетка. Вот это как раз и называется пищеварение. Четвертое. Практические рекомендации по нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Теперь, зная процесс пищеварения, нам следует поступать в соответствии с ним. Если ранее были отклонения в его работе, то они самостоятельно начнут исчезать, а затем желудочно-кишечный тракт заработает нормально. Итак, как правильно поступать, чтобы процесс пищеварения шел нормально? Первое. Не есть при ненормальном эмоциональном состоянии. Важная рекомендация. Усталость, боль, страх, горе, беспокойство, депрессия, гнев, воспаление, лихорадка и тому подобное приводят к тому, что пищеварительные соки перестают выделяться и нормальное движение, то есть перистальтика пищеварительного тракта, замедляется или совсем останавливается. Ранее указывалось, что сокоотделение в желудке относится к легкотормозимым актам. К тому же при эмоциональных всплесках выделяется адреналин, который вызывает обратную поляризацию мембран на пищеварительных клетках тонкого кишечника, а это отключает наш пористый катализатор гликокаликс. Пища, принятая в таком состоянии, не усваивается, гниет, бродит, отсюда понос или чувство дискомфорта. Исходя из этого, придерживайтесь следующих рекомендаций. А. Шутки. Смех за столом способствует расслаблению и успокоению. Пусть за столом царит мир и радость. Это должно быть главным правилом в жизни, ведь в это время вы строите свое тело и здоровье. Б. Если вы испытываете боль, лихорадку, воспаление, то пропустите еду. Пропустите столько приемов, сколько нужно, чтобы это состояние прошло. В. Если испытываете эмоциональное напряжение, пропустите один или несколько приемов пищи, пока не успокоитесь. Г. Если вы устали, то перед едой немножко отдохните. Нет ничего лучше небольшого отдыха или расслабления для восстановления жизненных сил уставшего человека. 2. Кушайте только тогда, когда проголодаетесь. Важная рекомендация. Сразу оговоримся. Естественно, чувство голода надо отличать от извращенного и болезнетворного чувства что-нибудь пожевать. Настоящее чувство голода появляется лишь тогда, когда пища прошла все стадии пищеварения и усвоения. Только тогда концентрация питательных веществ в крови начинает снижаться. Эти сигналы поступают в пищевой центр и вы чувствуете настоящее чувство голода. Ложное чувство голода появляется тогда, когда имеются расстройства в работе желудочно-кишечного тракта. При правильном питании это болезнетворное расстройство исчезает при условии, что вы хорошо до этого очистили свой организм. Из этого же пункта вытекает и другой постулат. Никаких перекусов между едой. Уже древние мудрецы в Джудши, трактате врачевания, писали, «Нельзя есть новую пищу, пока прежняя не переварилась, ибо они могут оказаться несовместимыми и начать ссору». Если постоянно что-то жевать, то у вас не будет выделяться слизь для защиты слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Постоянно будет перегружен секреторный аппарат, особенно клетки, с прерывистой секреции. К тому же известно, что при переваривании пищи происходит слущивание эпителия слизистой желудочно-кишечного тракта. Естественно, при частой еде этот процесс будет гораздо интенсивнее, что приведет к быстрому изнашиванию желудочно-кишечного тракта. Ешьте только при появлении здорового чувства голода. Третье. Согласуйте приемы пищи с биоритмологическими ритмами организма. Важная рекомендация для ослабленных людей. Если вы начнете правильно дважды в день употреблять пищу утром и в полдень, то естественно чувство голода будет наступать у вас утром. Если же вы питаетесь вечером, то следующий прием будет только тогда, когда вы проголодаетесь. Таким образом попал в биоритм работы организма, у вас все будет наступать естественно и своевременно, а организм работать как часы. Особенно важно соблюдать эту рекомендацию лицам с ослабленным пищеварением. Четвертое. Тщательно пережевывайте пищу. Важная рекомендация. Жуйте до тех пор, пока пища не превратится в очень жидкую кашицу, а лучше до состояния молочка. Это дает возможность прогнать через слюны и железы кровь, очистить ее от токсинов и других ненужных веществ. Фермент лизоцим нейтрализует их вредное влияние. Это важно и по той причине, что чем больше слюны выделяется на пищу, тем в большей степени она приближается, превращается в ткани самого организма. Одно дело растворить грамм вещества, пищи, в 100 граммах воды, слюны, и совсем другое в 1000 граммах воды и слюны. В первом случае концентрация вещества пищи большая, и оно оказывает какое-то влияние на систему организма. Во втором, вещество предварительно растворилось в слюне и практически стало составной частью организма. Эта разница весьма ощутима для здоровья. Тщательное пережевывание дает хорошую нагрузку зубам, что укрепляет их. Высокая щелочность слюны способствует поддержанию нормального кислотно-щелочного равновесия организма. Акт жевания усиливает перистальтику. Если пища плохо измельчена, то от этого страдает как полостное, так и пристеночное пищеварение. А в толстом кишечнике эти крупные частицы пищи становятся доступными микроорганизмам, гниют и образуют завалы каловых камней. По вышеизложенным причинам не рекомендуется пить во время жевания. Пятое. Не принимайте слишком холодной и слишком горячей пищи, а также незнакомой и необычной в большом количестве. Важна рекомендация для ослабленных людей. Пищеварительные ферменты активны только при температуре нашего тела. Если пища будет холодной или горячей, то они начнут полноценное свое действие только тогда, когда пища станет нормальной, то есть приобретет температуру тела. Особенно вредно есть замороженные блюда и напитки. Они гасят пищеварительный огонь. Принимайте напитки и пищу в теплом виде. В нашем организме действуют определенные механизмы приспособления к пище. В зависимости от состава пищи, зоны всасывания углеводов, белков, жиров и других веществ могут становиться большими или меньшими. Самым важным элементом приспособления кишечника к особенностям питания следует считать изменение набора и свойств ферментов, осуществляющих пристеночное пищеварение. Изменение структуры ворсинок, ультраструктуры микроворсинок и их взаимного расположения в щёточной кайме имеет значение для приспособления кишечных функций к разным условиям питания. Состав кишечной микрофлоры также меняется в зависимости от питания. Поэтому, если вы скушаете незнакомый вам продукт, которому ваша пищеварительная система не готова, он может просто не перевариться и вызвать расстройство. Вводите незнакомую для вас пищу или новую крайне осторожно, чтобы успела подготовиться к ним пищеварительная система. В зависимости от состава пищи резко меняется набор гормонов и, следовательно, уже на уровне кишечной и гормональной системы возможны существенные приспособительные перестройки пищеварительных процессов, да и всего организма в целом. Гормоны, выделяемые кишечной и гормональной системой, контролируются как пищевыми веществами химуса, так и пищевыми веществами, всосавшимися в кровь. Перестройка кишечной и гормональной системы влияет за счёт обратных связей на нервную систему, перестраивая её. В итоге у человека постепенно вырабатываются естественные вкусовые и пищевые потребности. Функции организма нормализуются и происходит общее оздоровление. Помимо этого может меняться и меняется в действительности характер человека. Уже в древние времена индусы, китайцы и другие народы обратили на это внимание и с успехом пользовались пищей для оказания нужного влияния на характер человека. Вводите в пищевой рацион незнакомую пищу постепенно и увеличивайте её количество понемногу. Это правило особенно важно соблюдать при переходе на свежерастительный рацион, при приезде на новое место жительства, во время отпуска в жарких странах и тому подобное. Шестое. Потребляйте жидкости до и после еды. Важная рекомендация. Из раздела о ферментах нам известно, что они выделяются непрерывно и ритмично. Если вы скушали пищу и на неё выделился секрет ритмически работающих желез, то пищеварение началось. Но если вы в конце еды выпейте какую-либо жидкость, молоко, компот, просто воду и тому подобное, то разбавите и смойте в нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта эти ферменты. В итоге пища будет лежать в желудке, пока организм не синтезирует и не выделит новое. Либо проскочит необработанной желудочными соками в нижележащие отделы, где подвергнется гниению и бактериальному разложению с последующим всасыванием этих продуктов в кровяное русло. Ваша жизненная сила будет тратиться на выработку дополнительной порции ферментов и на обезвреживание продуктов гниения от непереваренной пищи. Происходит перенапряжение секретурного аппарата желудка, 12-спёрстной кишки. Вместо нормальных 700-800 мл желудочного сока с концентрацией 0,4-0,5% соляной кислоты желудку необходимо будет выработать его в 1,5-2 раза больше. Поэтому со временем в желудке развивается несварение, пониженная кислотность, гастрит и другие расстройства. Помимо этого, кислая жидкость быстро проходит в 12-спёрстную кишку, где среда щелочна и смывает защитную оболочку. В результате возникает воспаление слизистой 12-перстной кишки, что нарушает ее нормальную работу. Кроме вышеуказанного, нарушается работа заслонки между желудком и 12-перстной кишкой. В свою очередь, это влечет изменения в работы брюшного мозга и кишечной гормональной системы. Последствия этих изменений сказываются не только на здоровье организма, но и на психике человека. Пейте жидкости, вода, соки, компот, чай и т.д. до еды за 10-15 минут. В зависимости от вида пища, находится в желудке 2-3 часа. В тонком кишечнике 4-5 часов. Примерно через 2-4 часа пищеварительный процесс только набирает силу в тонком кишечнике. Переваривание и всасывание пищевых веществ происходит в определенных зонах тонкого кишечника. Выпитая жидкость мигом проскочит желудок и не только разбавит пищеварительные соки тонкого кишечника, но может смыть пищеварительные вещества мимо полей их усвоения. В итоге вы опять ничего не получите, а будете кормить гнилостных бактерий в толстом кишечнике и получать, естественно, от этого аллергию. Поджелудочная железа, печень, а также железы, расположенные в самой тонкой кишке, вынуждены будут синтезировать новую порцию секрета, истощая ресурсы организма и перенапрягаясь при этом. После углеводистой еды, каши, хлеб и так далее, желательно пить через 2 часа, а после белковое, мясо, рыба и так далее, через 4-5 часов. Но если вы до этого выпьете за 10-15 минут, вы не будете испытывать такой болезнетворной жажды после еды. Если же возникнет, особенно в начале перехода на правильное питание, острое желание утолить жажду, то прополощите рот и сделайте 2-3 небольших глотка. С переходом на правильное питание вас уже не будет мучить жажда. Вот как я перешел, меня жажда лично не мучает, я пью жидкость до еды. Седьмое. Количество пищи, принимаемое за одну процедуру. Важная рекомендация. Пищеварительная система человека обладает функциональными резервами и может переваривать несколько больше пищи, чем этого требуется человеку. Что касается нормального количества пищи, принимаемой за один раз, то оно небольшое по объему. Считается, что нормальный объем, принятый за раз пищи не должен превышать 1-1,5 литра, а то еще и меньше. Некоторые утверждают, что и этого много. Надо кушать столько, сколько помещается пищи в две сложенные ладошки. Важно знать, что большое количество пищи, принятой за один раз, раздувает и отяжеляет желудок. От этого смещаются и сдавливаются органы, расположенные в грудной клетке, брюшной полости, нарушается кровообращение. Организм работает в несколько напряженном режиме. Постоянное переедание незаметно приводит к опусканию внутренних органов. А сейчас очень много людей этим страдает. Большое количество пищи, принятой за один раз, требует усиленной работы пищеварительного аппарата. А так как энергия для этого берется из одного организма, вашего организма, то обесточиваются другие функции и человека клонит в сон. Помните, обжорство – спутник многих заболеваний и способствует развитию гнилостной микрофлоры в организме. Когда пищи много и пищеварительная система не в состоянии ее переварить и усвоить, в работу включаются бактерии. В итоге сильно возрастает всасывание в кровь вредных продуктов и их жизнедеятельности. На этой почве может развиваться аллергия. Наличие воздушного пузыря в желудке указывает на то, что вы не должны заполнять пищей весь желудок. Отрыжка воздуха во время или после еды указывает на то, что вы уже переполнили желудок, переели. Как судить, достаточно вы съели там или переели? Это вот один из указателей. После еды в течение полутора-двух часов побудьте в вертикальном положении, чтобы воздушный пузырь в желудке был расположен вверху. Вот главные ориентиры по приеме пищи за один раз. Кушайте до того момента, чтобы пропало чувство голода. Это норма. Запомните это на всю оставшуюся жизнь. Если кушаете до чувства насыщения, вы переели. Восьмое. Чистка печени. Рекомендация. Рекомендую каждому человеку для нормальной работы желудочно-кишечного тракта очистить печень по описанной в книге «Без очищения от исцеления» методике. В дальнейшем проводите процедуру очищения печени профилактически раз или два в году. Весной – это март-апрель. И можно летом – июль. Эта процедура не касается тех лиц, которые профилактически голодают по неделе и более два или более раз в году. Девятое. Усиление переваривающих способностей желудка и кишечника. Рекомендация. Умеренная физическая нагрузка за 1-2 часа до еды позволяет энергетически подзарядить и прогреть организм. Это положительно влияет на активность пищеварительных ферментов, нормализует перистальтику и препятствует возникновению запоров. Кроме вышеуказанного, за счет усиления циркуляции крови и межтканевой жидкости улучшается доставка пищевых веществ в клеткам и выход отходов жизнедеятельности обратно. Десятое. Борьба с дисбактериозами. Восстановление слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, а также подавлению гнилостных и бродильных процессов в тонком кишечнике способствует прием собственной урины по 100-150 граммов ежедневно утром натощак. Еще лучше действует прием натощак осветительного керосина по пол чайной ложки. Курс приема 6 недель. Далее можно повторить по мере необходимости через 3-6 недель. Во время каждого приема пищи кушайте в качестве первого блюда в теплое время года салат в холодные тушеные овощи в теплом виде. Клизмы с обычной упаренной уриной способствуют восстановлению необходимой среды и микрофлоры в толстом кишечнике. Но не злоупотребляйте это рекомендации. Сейчас 2017 год. Я не отказался от этих рекомендаций, но в свете своего опыта сделал дополнение. Урина действует в начале, далее к ней бактерии привыкают и эффект сходит на ноль. Керосин прекрасно чистит кровь и помогает против бактерий во всем организме. Однако и к его действию привыкают бактерии грибки и его лучше используют для чистки крови. Следует отметить, что все жидкости, обладающие противомикробным действием, работают до желудка и чуть ниже. Они всасываются. А вредная микрофлора находится в нижележащих отделах кишечника. А тем более толстого кишечника. В итоге туда ничто не доходит. Клизмы также работают не так эффективно, как хотелось бы. Их эффект временен. А что же работает? Прекрасно работают семена душистых растений, особенно тмина. Чайная ложка утром натощак, а лучше всего половина или одна треть. И ваш стул прекрасно сформирован микрофлора правильно. Несколько хуже работает трава полыни горькой. Гвоздика в семенах. То есть палочки гвоздики. Почему именно трава и семена? Да потому, что они проходят через весь кишечник и своими эфирными маслами убивают, подавляют вредоносные бактерии и грибки. Рекомендую сократить употребление дрожжевого хлеба. Лучше исключить полностью. Меньше сладких напитков, сахара. Не злоупотребляйте лечением антибиотиками. Они подавляют бактерии, но способствуют росту вредных грибков, что еще хуже. Продолжаем. Если правильно кушать, то проблемы с дисбактериозом исчезнут сами собой. Без урины, керосина, клизм и прочих ухищрений. Если питание не соблюдать, то ничего не поможет. За 2 часа до сна принимайте стакан кислого молока для заселения пищеварительного тракта кисломолочными бактериями. 11. Улучшение доставки пищевых веществ в клетки. Для того, чтобы периодически очищать межклеточную жидкость и соединительную ткань от метаболических шлаков разного рода, желательно посещать парную не менее 2 раз в неделю, либо профилактически голодать по 36 часов еженедельно, а лучше 2 дня раз в 2 недели в дни Икадаши. Это 11 день после новолуния и 11 день после полнолуния. 12. Активация внутриклеточного пищеварения. Для того, чтобы обновились мембраны клеток и активизировались ферменты, участвующие в биоэнергетических и иных реакциях клеток, необходимо голодание от 7 и более суток, желательно 2-3 недели. Голодать так лучше в дни по столу. 2-3 таких голодания в течение года – великолепное средство для активации жизни всех клеток, а значит всего организма в целом. 13. Нормализация пищевой потребности. Для того, чтобы нормализовать естественную потребность в пище, необходимо питаться той пищей, которой приспособлено наше пищеварение, которая влияет на брюшной мозг и кишечную гормональную систему, посредством которых регулируется чувство насыщения. По-другому эта пища называется видовым питанием человека. Эта пища содержит в себе неубитые, различной обработкой ферменты, витамины, целые, белки, углеводы и т.д. 14. Налаживание правильной работы кишечной гормональной системы. Прекращение поступлений пищи в желудочный и кишечный тракт способствует приведению в уравновешенном состоянии кишечной гормональной системы, ибо отсутствует ее реакции на тот или иной вид пищи. Для этой цели подойдет голод от 5 до 10 суток. 2-3 таких голода в течение года вполне достаточно. 15. Полное восстановление эпителиальных клеток желудочно-кишечного тракта. Из раздела «Другие характеристики пищеварительной системы» мы знаем, что полное обновление кишечного эпители у человека происходит за 6-14 дней. Если мы даем пищеварительной системе отдых в виде голодания, то она восстанавливает сама себя. Поэтому голодание в течение указанного срока позволяет вам восстанавливать целостность собственной пищеварительной системы. Данные рекомендации позволят вам восстановить нормальную работу пищеварительной системы. Основаны они на знании ее работы. Поэтому действуют в любых случаях. В тяжелых случаях надо будет потратить больше времени и иметь терпение. Но это только первоначальный этап. В дальнейшем надо будет индивидуализировать свое питание. Как это сделать, смотрите дальше.